всем привет ну из предыдущих лекций мы поняли там по крисп методу что человек хочет изменить себя вот в тот момент когда он еще жив то есть генетика она позволяет только наследственно в следующих поколениях но нам нужно здесь и сейчас и медицина находит ой отличные методы решения поставленных задач один из них имплантология так как хирургия развивалась еще с древних времен вплоть там и первые упоминания в египте мы знаем как устроена наше тело и внедрять новые структуры которые помогут восстановить утраченные либо же улучшить наши существующие возможности это вот одна из основных целей имплантологии и так структура лекции будет в том плане что мы пойдем от того с чего зарождались эти моменты и их проблемах как они решаются но каждый следующий шаг содержит в себе весь пласт решенных задач предыдущего и так первый пункт это замещение допустим травмы врожденное что-то у нас отсутствует какой-нибудь участок и вот мы решаем что было бы неплохо с помощью там каких-нибудь материалов его все восстановить первый пункт с которым мы сталкиваемся это наша иммунная система организм в течение своей жизни он достаточно консервативен и не приемлет каких-то внешних вторжений и изменений и вот как мы помним на лекции даши по иммунитету эта система очень сложная обладает многими факторами в частности с имплантологии возникает проблема клеточного иммунного ответа потому что все соседние клетки видят что здесь что-то не так и они начинают формировать рубцовую ткань прочие препятствия воспаления вплоть до загноения и имплантология столкнулась с тем что необходимо разработка материалов которые могут избежать подобных проблем тут на помощь пришли сплавы из лекции они мы помним что сплавы позволяют нам создавать полупроводники но также на суть в том что каждый атом он обладает своей собственной структурой то есть мы не можем изготавливать имплант просто там из титана ну типа титан звучит круто там прочный металл сам по себе титан он достаточно мягкий ни на что не годный а вот титан вольфрамовые сплавы платина еще что-нибудь она начинает менять структуру вклиниваясь между атомами дело ее более прочной легкой и самое главное незаметной для нашей иммунной системы далее структура саша на 3d при чате рассказал что 3d принтеры позволяет создавать нам уникальные внутренние конструкции для изготавливаемых объектов здесь мы видим кусок грудного импланта он замещает утраченные ребра если бы мы изготавливали материал просто штамповкой то цена таких имплантов было бы просто на вес золота но каждый человек уникален по своим физиологическим параметрам рост вес и так далее и каждому человеку у которого возникла необходимость в имплантах надо подбирать индивидуальный подход именно 3d печать решает эту проблему каждую деталь создавая уникально под заданного человека с с необходимой внутренней структурой то есть к примеру если мы используем какой-то сплав он наверняка будет тяжелее просто кальция поэтому мы не можем сделать цельность цель на литую деталь так как она будет гораздо тяжелее обладать более низкими свойствами удара прочности растяжение и так далее и вот когда мы уже из готовит прошли все эти этапы решения незаметности для иммунитета создание внутренней структуры так мы получаем готовый результат в виде импланта здесь примеру коленный и это всего лишь база это вот материалы методы их изготовки это костные импланты они зачастую применяются при травмах и достаточно таких вещах которые просто хирургически решаются но мы идем дальше возможные проблемы когда в организме отсутствуют какие-то вещества к примеру у нас есть сахарный диабет мы просто со внешней стороны начинаем подавать отсутствующее вещество но тут следующий пункт это реактивы на лекции жене по зеленой химии мы знаем что изготовление то есть человек упирается в те вещества которые мы можем изготовить с помощью современных технологий то есть мы бы хотели излечить все болезни но пока но есть что то что мы технически решаем что то что технически не решая в будущем это все развивается но химия остается важным пунктом для тех веществ которые мы применяем то есть примеру самым первым таким компонентом был инсулин он состоит из 3 аминокислот когда мы начинаем просто в пробил караках что-то смешивать у нас два атома соединяются нормально а вот третья там начинает уже присоединяется не атом аминокислота присоединяться слева справа сверху снизу мы уже слабо контролируем этот процесс и нам необходимо это фильтровать и конечный выход продукта очень маленький если у нас сложный белок там в 10 тысяч 15 тысяч аминокислот это просто нереально стандартными методами изготавливать поэтому есть некоторые ограничения следующий пункт это физиология человека то есть необходимо место куда мы можем присоединиться к организму мы не можем просто так в произвольную точку тела вставить иглу и сказать все отлично у нас есть замечать вещество пошло то есть с тем же инсулином помпа сам катетер он соединяется рядом с поджелудочной железой чтобы то откуда в естественном формате организма выходит инсулин там же он и будет поступать в организм но тут проблема в том что на самом деле наш организм достаточно прожорлив и в этих помпах часто надо менять картриджи там раз в два-три дня есть нюансы мы не можем из этого шить ее под кожу приходится держать катетер нос катетером есть проблемы что это часть которая соединяет внутреннюю среду организма с окружающим миром и тут возможно воспаление заражения есть нюанс они конечно же решаются но все-таки есть еще куда стремиться в разработках следующий пункт имплантов это стимуляторы в основном это нервные стимуляторы которые присоединяются либо мозг либо с иной мозг тут все просто у нас есть несколько электродов они подсоединяются к нужному нерву который уже изучен мы знаем за что он отвечает и он стабилизирует его работу зачастую что в этом формате к заболевания альцгей паркинсона различные боли все что на мешает нормальной работе нервной системы тут необходима такая сложная схема изучения к тому что как мы к этому пришли она работает на некой магии вот саша нам на звуковых волнах рассказывал о том как происходит накладывание и соединение различных звуков у нервной системы есть некая такая хитрая особенность что в нормальном состоянии каждый нерв нейрон работает тогда когда ему это необходимо но в случае патологических нарушений заболеваний или еще чего-то у нас происходят жесткий диссонанс и если мы возьмем и подведем к нервной ткани источник ритмичного сигнала нервная система начинает под него подстраиваться и вот выдает такие же ритмичные ответы то есть если бы не было этого источника сигнала то там вся эта вот эти линии они были бы просто сплошные черные потому что каждый нейрон работает тогда когда ему хочется но тут мы позволяем это позволяет изменить нарушенную работу и что позволяет с помощью таких имплантов лечить заболевания паркинсона и хронические боли но для таких имплантов важна основа саша на лекции по микропроцессором рассказывал что о их структуре и работе дело в том что подобный план должен быть компактным уже в отличие от помпы первые помпы они были там чуть ли не размером с кирпич потому что у нас и источник вещества и батареи и так далее так далее микроэлектроника позволила нам упростить эту задачу и более направленно работать с имплантами следующий пункт источник питания таня на из на ядерных реакторах вам рассказывала что такое ядерная энергетика мы ведь не про можем мы ведь не можем просто взять импланты сделать на андроиде никакой же батарейки то не хватит вот либо же надо делать имплант внешним что проблемы с окружающей средой либо иван либо с качественным источником энергии мы можем просто запаковать внутрь организма и все шикарно и последний тип из современных это рфит чипы это чип устанавливается вот в эту часть руки поскольку нас между большим пальцем и остальной частью кисти есть промежуток ткани которая достаточно удобно для внедрения это чип работает следующему последующему принципу у него нету стационарного источника питания как батарея у него есть катушка индуктивности и запоминающий чип то есть тогда когда нам необходимо получить с него информацию просто подносим его вдруг к считывающему устройству у нас индукция вызывает напряжение и мы считываем получен необходимые нам данные такие чипы применяются в системах безопасности различных корпораций также их планируют применять как вместо паспорта то есть человеку не надо будет за собой тягать бумажку он будет всегда контролируемый извне то есть было много споров по поводу необходимости целесообразности подобных технологий но к примеру если человек склонен к некоторым заболеваниям такие как эпилепсия и вот он упал поперек дороги то это поможет сразу же определить кто он его медицинскую карту и оказать необходимую помощь в случае необходимости вот сейчас это были перечислены те импланты и те достижения которые есть на данном моменте то что вы можете сказать можно сказать так прийти в магазин и купить но есть некоторые вещи которым люди стремятся в будущем мы хотим чего-то больше в мы хотим не только восстанавливать повреждения но и выходить за пределы своего организма и какие здесь у нас есть успехи перспективы и необходимости к исследованиям но конечности ручки ножки мы когда сталкиваемся с пунктом что у нас чего-то нет нам надо по косвенным признакам определять как же шану все-таки работает и какие сигналы она передает в данном случае у этого импланта структура такова что в мышцы вставляются датчики давления дело в том что кистью мы управляем мышцами в основном которые расположены в предплечье и вот по напряжению в этих мышцах мы определяем какая группа сократилась насколько сильно эти данные передаются в целевую конечность и мы воспроизводим движение конечно же тут в этих системах есть проблема обратного ответа что человек не чувствует нагрузку которую он выдает при сжимании объекта то есть если нам сервопривод этой конечности позволяет сжать объект силой там 250 килограмм то он так и сожмем 250 килограмм что не совсем удобно когда в этом взаимодействуете с домашними предметами типа чашкой она все крошится вот следующий этап это орган но это не звезда смерти это концептуальная модель глаза или же к примеру память когда мы хотим что-то расширять то нам уже становится вопросом более детальное соединение с нервной системой но чтобы присоединиться к нашей нервной системе мы должны понимать как она работает тут вот если мы помним как рассказал борис хирогане так вот хироган выучить гораздо проще и понять японский язык чем как работает наша нервная система потому что она базируется на двух основных принципах это электрический импульс и биохимический импульс и если с электроникой мы еще хоть как-то способны совладать то вот с биохимией здесь проблема потому что нам надо распознавать эти сигналы и понимать как устроен этот сигнал потому что когда у нас в лобных долях возникает некое желание пошевелить пальцами то что происходит сигнал идет в спиной мозг находит там необходимую пару нервных окончаний и по ней уже дальше движется как происходит движение этого сигнала ну если вы помните максим меркулов вам рассказывал о структуре нейромедиаторов они едут вот как по карте вот старый анекдот вот едут военные карту разворачивать сейчас дорогу будут спрашивать суть у него где-то та же нейрон движет сигнал движется он такой смотрит так куда нам дальше рукам поехали в руку там дальше по нервной паре куда там кисть а это такая-то группа и вот он на каждой развилки ищет нужное направление и приходит к цели общая концепция нам понятно но когда мы пытаемся в это вклиниваться и работать с ним все становится гораздо хуже сложнее и запутаннее но в этом плане движутся разработки некоторые ставят микродатчики биохимические определяющие состав нейромедиаторов которые идут некоторые говорят что нам вообще не нужны датчики мы присоединяемся просто к нервной системе нервная система пускай учится сама с этим взаимодействовать как взаимодействовать это уже ее проблемы то есть все вот эти вещи еще подвластны рассуждениям исследованиям и прочим то есть некоторые доходят до того что вот просто здесь микрочип на нем выращивается слой нервных клеток в питательной среде ну исходя из цвета это возможно рпмай но это все такое подробности микрочип выдает такие же ритмические сигналы как было показано ранее нервная ткань дает на них ответы но это не система управления это все равно что мы берем лист железа ударили по нему ломом услышали бам а потом мы думаем как же мы будем из этого листа железа выплавлять нужной на одном части это то есть все еще на уровне экспериментов некоторых непонятных вещей но с каждым таким экспериментом и научным методом промышленной добычи результата мы находим новые ответы и последний этап это вот заставочка из сайта где вы можете приобрели это сайт биохакеров то есть ребята произошедшие от татуировок пирсинга и прочих видоизменений тела то есть они не занимаются такой фундаментальным изучением имплантов как увеличение способностей человека или же медицинское применение они просто хотят быть не такими как все вставляют себе под кожу различные светодиоды наращивания выростов на лице и прочего я решил избежать этих картинок вот то есть импланты обладают очень большой сферой применения но как мы будем применять помогать тем кому это надо быть лучше и проповедовать трансгуманизм или мы просто хотим выделяться из толпы это уже выбор каждого спасибо за внимание скажите пожалуйста а перспективы применения электроники кота которая работает без внешнего источника электропитания а именно на импульсах посылаемых самим организмом тут вот важный такой пункт что любая биологическая система она обладает высоким уровнем кпд даже электроника у нее все-таки низкий уровень кпд и высокий уровень потребляемой мощности в итоге у нашего организма просто не хватает сил на то чтобы обеспечивать энергией эти устройства то есть если взять простой расчет что съедая там 10 грамм сахара вы получаете какое-то количество джоулей энергии на 10 граммах сахара человек может пробежать пару километров а этот чип проработает всего лишь нам полчаса максимум в итоге организм очень сильно истощается если пытаться использовать его внутренние ресурсы так как это нет высокая нагрузка на организм идет если я не ошибаюсь в лекции было сказано что некоторые исследователи стремятся избегать скажем так гормональной или вообще гуморальные регуляции в тем что делают импланты чем они руководствуются они руководствуются тем что это новый другой путь то есть не обязательно что если мы нашли один вариант взаимодействия что мы должны только его разрабатывать надо искать альтернативы потому что биологическая система она сложна мы никогда не можем сказать точно что что же выстрелит и избегание гуморальной системы это идет по пути упрощения взаимодействия с биологической системой то есть электроника у нас на данном этапе изучена лучше и поэтому мы используем в наших разработках ученые используют в разработках то что лучше изучено что лучше понятно и лучше контролируемо так что это только другой путь развития но никак не отменяет всех остальных подскажите пожалуйста чем отличается имплантация от протезирования то есть вот имплантанты протез это первый вопрос и второй вопрос вот вы привели в пример помпу как пример имплантанта тогда можно я так понимаю считать и слуховой аппарат имплантантом так еще раз считать но слуховой аппарат вы знаете что да вот его тогда тоже допустим если помпа это имплантант то есть слуховой аппарат тогда имплантант да да ну-ка и чем имплантант от протеза отличается спасибо да это такой тут важный вопрос терминологии потому что если мы берем протез это что-то что компенсирует нам работу потерянного органа то есть протез не обязательно должен быть он может быть как встроен допустим если у нас нету кости либо же просто потерянную конечность замещать и не соединяться никак с организмом имплантант идет от того что что-то вставлять а тогда костный мы не относим на костные пластины и прочее то есть то что вставляется внутрь организма и про то есть обладает некой инвазивностью слуховой протез тоже можно по счастью считать имплантантом дело в том что то его конструкция слуховой аппарат который работает по принципу усиления звука просто с динамиком это протез а если у нас слуховой аппарат который восстанавливает слух там при врожденных заболеваниях или мощных травмах когда у нас уцелела только внутреннее ухо тогда там вставляется металлический стержень который изготавливается из нержавеющей стали дело в том что мы опять же таки тут вопрос сплавов к примеру титановые сплава неправо плохо передают вибрацию поэтому а вот нержавеющая стали решает этот вопрос и она как раз им так устойчиво по взаимодействию с тканями и тогда вот вот этот кусочек который вставлен металлический стержень к внутреннему уху это имплант с которым взаимодействует слуховой протез то есть там вот это все действительно запутано ученые создали внутримозговые растворимые датчики можно ли их относить к имплантантам если они через два дня полностью растворяются тут опять же вопрос терминологии все же имплантантам можно относить все что мы вводим внутрь нашего организма то есть вплоть даже до химических веществ но вот те чипы о которых вы говорите они получили свое отдельное название биодеградируемые импланты то есть пока он целый это имплант потом он растворяется вопрос несколько шутливый по поводу рфит вот этих вот сканеров которые выживляются в между двумя пальцами если какие-то прогнозы какой-то весьма уважаемой организации или что-то такое по поводу учащения случаев отрубания правой или левой руки случае массового оживления этих имплантатов с целью допустим взять кредит но тут стоит паспорт использоваться планируется тут стоит провести достаточно простую аналогию там если кредит или еще что то если вы возьмете свой нынешний бумажный паспорт и сожжете его эта ситуация не сильно упростит в том случае вы лишитесь руки хотя это глупо потому что электронику можно выжигать и в микроволновке так что скорее всего те кто не прошел естественный отбор они лишатся руки хорошо тогда продолжаете тему то есть если действительно вот будет такая практика применяться по хранению информации то как можно контролировать степень защищенности этой информации от случайного считывания на ком-то сканере где будет какой-то вирус или так далее компьютерный то есть как можно как можно контролировать но доступ к этой информации на чипе доступ к информации это вопрос как бы электроники компьютерной разработки и прочего тут информационную безопасность стоит разделить на три этапа первое когда мы защищаем нашу информацию чисто физически этот чип может обладать к примеру только функция считывания тогда мы не можем внести на него вреда вредоносная программная или изменить наши данные просто физически тогда какой бы хакер был не был крутой пока он физический доступ к нему не получит наша информация защищена второй пункт если этот чип обладает не заводской функции записи а все-таки потом вайфай и так далее мы обладаем уже доступом более свободным тут вопрос разработки программного обеспечения и доступа он упирается в такой момент соотношения цена-качество когда цена взлома системы превышает цену информации которой которую мы защищаем в принципе на этом этапе мы можем считать что система безопасна и нам нет смысла дальше повышать так как это теряет экономический смысл конечно же есть шифрование там знаете как вот эта шутка 1024 битная для мелких предприятий 2048 для военных структур и 4096 битное шифрование для параноиков и прочих нервных личностей так что вопрос безопасности этих устройств ровно такой же как и вопрос безопасности мобильных телефонов на которых тоже содержится ваша личная информация так что к моменту когда эти чипы получат широкое распространение я полагаю что будет уже много разработок которые помогут ну не целиком устойчивых систем абсолютно нету но очень высоко защитить нашу информацию от нехороших личностей скажем так а вот конкретно тебя какой из имплантантом ныне существующих больше всего удивил впечатлил возможно как-то вдохновил на эту лекцию но сложно сказать что какой-то конкретно имплантант потому что решая каждый заданный вопрос ученые сталкивались с множеством проблем и это то есть когда было решено много задач говорить о том что какой-то один ее маленький результат больше всего впечатляет ну мне сложно даже банальный кардиостимулятор это очень крутая штука потому что до периода когда они появились людям заболевания сердца приходилось крайне туго но вот он работает не на той стимуляции нервной системы а сердце его мышечным оно так устроено что она может даже без внешней нервной стим сигнала без внешних сигналов самостоятельно продолжать работать и вот электроды которые выравнивают его работу основывается совсем на другом принципе чем при взаимодействии с нервной системе мои так что ну пускай это будет кардиологический стимулятор который меня очень впечатлил но что насчет выращивание ткани на подложке из стволовых клеток самого человека это решает проблему отторжения плюс кожу и хрящевую ткань мы же умеем выращивать суть вопроса в чем ну вы просто не осветили эту тему в качестве использования в качестве имплантов выращенных на подложке тканей ну это просто вообще такая фундаментально отдельная тема потому что японцы создали метод переведения культуры клеток кожи в состояние стволовых клеток конкретного взятого человека и но подобная технология позволяет заменить какие-то небольшие участки тканей или повреждения но когда у нас вопрос заболевания паркинсона то нам надо практически всю нервную систему менять а даже при наличии большого количества стволовых клеток которые не отторгаются это все равно невозможно понятно сейчас с теми имплантами которые позволяют восстановить какие-то функции или если их в принципе не было там начать пользоваться ими а что насчет образцов каких-то работающих которые позволяют превысить уже типичный уровень каких-то допустимых возможностей человека но вот как было сказано с имплантами в конечностей вот сейчас это уже основной такой это восстановление да но тут к примеру ассоциация пара олимпийских игр люди с им план даже не имплантами даже протезами просто но вот эти вот по форме джампера которые идут человек на таких протезах может бежать гораздо быстрее чем обычный здоровый спортсмен и вот этот факт заставил просто пересмотреть уже все правила пара олимпийских игр и допусков спортсменов то есть уже есть вещи которые позволяют нам превзойти возможности человека просто одни еще не так качественно развиты ну то есть к примеру создавая импланты вот глазной имплант там принципе его работы на данном но он сейчас в разработке но принцип таков что чип с большим количеством электродов присоединяется к зрительной части мозга и каждый этот электрод является одним пикселем видеоизображения поэтому картинки очень маленькие получается 128 на 128 пикселей но каждый цвет меняет напряжение частоту тока мозг их распознает и со временем мозг начинает обучаться распознавать эти микроэлектростимуляции как внешнюю картинку мира то есть человек может быть не видит так как видим мир мы но он уже может ориентироваться в нем и не натыкаться на какие-то объекты соответственно мы можем присоединить к этому же датчику не видеокамеру а датчики тепла видеть в инфракрасном спектре в ультрафиолетовым и уже даже эти разработки тоже позволяют превзойти возможности человеческого организма и все это с каждым днем набирают обороты так что все впереди да вопрос вытекающий из предыдущего по поводу как бы паре олимпийцев и тому подобное что если это отнести к допустим олимпийцам существует ли микроэлектроника которая это симплант микроэлектроники который позволяет увеличить скорость реакции увеличить силу ну например отдачи мышечной ткани и тому подобного такие разработки тоже ведутся но там какая проблема в той же физиологии биохимии что когда взаимодействуют какие-то вещества у них есть предел скорости химической реакции и мы упираемся вот в этот момент но мы можем регулировать количество этих вещей веществ и таким образом активировать больше систем то есть к примеру есть ведутся разработки чипов которым содержится много микроинъекторов которым присоединены различные вещества адреналин там анестетики все 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 и вот это чип планируется испортно основная его сторона которая заказ ведет это военные разработки то есть человек как только испытывает стрессовую ситуацию он не ждет пока его надпочечники отреагируют выделят адреналин а сразу же чем дает инъекцию вот уровень адреналина резко в организме повышается и мы с меньшей задержкой по времени можем бежать быстрее но все равно мы упираемся физиологический предел организма при каких-то повреждениях организма это чип подает анестетики в кровь мы не испытываем боли способны к дальнейшим действиям но это все-таки как программирование есть понятие костыли вот это точно такие же костыли для нашего организма не не решают поставленную задачу но разработки есть а такой вопрос а вот к примеру в книгах вадима панова есть описывается концепция чипа вживляемая в ствол голову головного мозга точно также в одном из научно-фантастических сериалов описан жидкий чип но по факту устройство является компьютером которая внедряется напрямую в мозг человека и взаимодействует передача сигналов взаимодействует уже напрямую с мозгом без дополнительной периферии перспективы потом подобных разработок вид есть или нету вот ведутся ли разработки в эту сторону но разработки жидких компьютеров и взаимодействия что такое жидкий компьютер тут важно взять такой вопрос это у нас много процессоров которые у нас образуют многоядерную вычислительную систему это отдельная сфера разработок если взаимодействие с нервной системой то то как я и говорил это электронные импульсы и биохимические импульсы до разработки ведутся есть но если мы когда мы сталкиваемся с биохимией к примеру нам нужен некий запас этих нейромедиаторов чтобы давать нужный ответ нашей нервной системой тогда соответственно необходим источник этих нейромедиаторов это одна проблема есть предложение разработок о том что не надо внешних нам нейромедиаторов мозг нам дал какой-то сигнал нейромедиатора пришли а мы ими же пользуемся для обратного ответа то есть вариантов очень много третий вариант что этот чип присоединяется к мозгу чип не знает вообще как работать с мозгом он просто ему отдает какую-то информацию которую заранее в него было заложено а наш мозг сам адаптируется под этот чип и учиться с ним работать то есть как работают вот эти вот импланты зрительных протезов то есть что в мозг вставляются электроды которые с которыми мозг взаимодействует то есть разработки есть ведутся но пока что чтобы она работала так как это было описано в книгах еще к сожалению такого нет спасибо а и Продолжение следует...